Да, друзья, у нас сегодня в гостях Азамат Кылычев, это организатор конференции «Погружение». Насколько я понимаю, это конференция для предпринимателей, таргетологов, в общем, всех тех, чей бизнес связан с Инстаграмом, то есть информационный бизнес, и, да, чуть-чуть. И Джебек Кылычева, супруга Азамата. Вы просто неимоверно пошатнули в социальной сети не только Кыргызстана, а Казахстана. Мне кажется, всего СНГ придумали, организовали погружение. Давайте, что такое погружение об этом сначала. Здравствуйте еще раз. На самом деле погружение мы к этому планировали очень давно. У нас была задумка очень хорошая, миссия хорошая была. Потому что сейчас, на 21 век, раньше один ученый сказал, что в 21 веке вся ваша жизнь будет смещаться на ладони. Сейчас это же вот, вся наша жизнь это в телефоне. У нас тут банковские счета, зарабатываем и смотрим это все. Вся жизнь на телефоне. Из-за этого после такой мысли мы решили организовать такую конференцию, где мы могли бы достучаться до молодежи, что сейчас можно зарабатывать через телефон. И причем хорошие деньги можно было заработать. То есть, по-вашему, они мало погружены в социальные сети, да? Они погружены, но есть вот два аспекта. Люди могут просто сидеть в телефоне, а люди могут и через телефон зарабатывать. И мы хотели достучаться то, что вы можете не просто сидеть, а можете зарабатывать на этом. Приятно с полезным. Да, приятно с полезным. Специально для этого мы позвали хедвайнера казахских спикеров. Это Арман Юсупов. Это тот парень, простой парень, который снимал вайны. Сейчас вся молодежь знает, на каком уровне он стоит. Уже не простой парень. Уже не простой парень, да, так скажем. Супруга моя, Джебек, она запускала ранние курсы. Курсы именно SMM, Target, маркетинг. Я сам занимаюсь маркетологом, занимаюсь маркетингом. И цель, миссия была в том, чтобы погрузить всех именно в погружение в мир бизнеса и Инстаграма. Я думаю, нам это удалось. У вас такая творческая пара, да, получается? Много, наверное, в жизни креатива у вас происходит. Какие-то штурмы постоянные. Да, у нас бросают оттуда, сюда. Мы, если вот буквально пару недель назад, две недели назад, если занимались организацией конференции, то сейчас уже занимаюсь организацией своего наставничества. То есть все время какие-то новости, все время какие-то события в жизни. Это очень интересно. Что касательно событий, я знаю, что Арман Юсупов сначала не хотел приезжать, но вы его заставили. Все верно. Но мы до него, так скажем, достучались. Потому что очень многие блогеры из наших, вот, все говорили, как вы сумели так позвать. На самом деле, вот, честно, не сказать, что очень сложно, да? Были ли мы? Мы старались, конечно, мы сначала написали его напрямую в инстаграме, оттуда получили отказ. Вы получили 8 нет? Да, получили, получили. И в конце мы решили просто поехать в Алмату, найти его, ну, то есть Алмата небольшой город, во всяком случае смогли бы найти его локацию, поехали, нашли, поговорили, переговорили, уговорили. Да, он, на самом деле, оказалось так, что гораздо, ну, проще жизнь, чем, казалось бы, мы сами усложняем. Мы ему просто объяснили, вот, Кыргызстан, я понимаю, что, вот, наша миссия вот такая, мы хотим, ты был бы живой тому пример, я думаю, ты был бы очень многим, вот, живой, если рассказал бы, очень многим, очень многим были бы... Помог бы и дал мотивацию. Да, дал бы мотивацию. И он сказал, окей, мы еще тогда деньги принесли, он такой, нечесться, ребята, вы вот деньгами пришли, он, на самом деле, он бесплатил. Сколько чемоданов у вас было денег? Да, чемодан, у нас один чемодан был, это все, что наши сбережения были, мы готовы были, отдать для того, чтобы он пришел, выступил и дал какой-то вклад в нашу молодежь. Он прям резко сразу отказался, нет, я сказал, давай подумаю, он прям, нет, на месте прям, ребята, мне ваша настойчивость, мне ваша миссия нравится, он тогда же сразу опубликовал у себя на страничке, то, что он приезжает в Кыргызстан, то, что он выступит. И тогда уже, все это не возврата. Да, все это за бесплатно. Он отказался от денег. Друзья, это вот такие вот, знаете, у нас просто сегодня Бонни и Клайд в серии маркетинга, которые просто поехали в Казахстан и выкрали буквально классного спикера, причем все это сделали абсолютно бесплатно, или, как сейчас можно говорить, безоплатно, да, таким образом. Просто заинтересовав его, дав ему мотивацию выступить, смотивировать тем самым других людей, рассказать о своем опыте и о том вообще, как стоит вести себя в социальных сетях. Что еще интересного было на вашей конференции погружения, помимо вот Юсупова? Какие темы затрагивались? Помимо Юсупова у нас были очень много спикеров, например, Дулат Бижанов. Он также спикер из Казахстана, но он работает над маркетингом самого Маргула Носисимбаева. То есть это, наверное, нет человека, который его сейчас не знает и не уважает. То есть это огромная работа, огромный труд, и это означает то, что он большой эксперт в своем деле. То есть все после конференции отмечали, что от Дулата Бижанова получили очень хорошую информацию. А помимо него еще также была... Это Нурс Мак был. Да, Нурс Мак был. Это бизнесмен, он входит в список Forbes. Да, он в список Forbes входит. Также была Карина Оксупаева. Диана знает всех, кто входит в список Forbes. Вот. Мы затронули каждый эксперт. Мы затронули личный бренд, мы затронули предприниматели. Реалс затронули. Также были наши самые топовые спикеры. Это первый спикер у нас был Бабур Пульбаев. Он очень классно выступил в начале, дал заряд. У него же такая энергетика была. Жить. Да, на самом деле мы выбирали спикеров очень тщательно. Мы не хотели, чтобы очень много спикеров было и давали какую-то некую другую информацию. Мы хотели дать максимум пользы. Мы специально привели Бабура, потом были наши спикеры. Это бизнесмены, предприниматели. Потом был Арман Юсупов, Карина. Дулат был. Дулат он про личный бренд раскручивал. Нурсмак он раскручивал про бизнес. Но это все взаимосвязано с Инстаграмом. То, что сейчас у нас актуально. Ну и мы еще постарались пригласить тех бизнесменов, которые не совсем так активно ведут Инстаграм, но все равно они есть. Например, это Убай Матхасымов. У него у нас первая фабрика, завод в Кыргызстане. Айбек Джангадзиев. Это у него основатель Беладжо. Также Эль-Нура Османалиева, основательница Белемканы, частная школа. И Адлет Кидынов, основатель облака. Чтобы наши понимали, слушали и казахских, но и не забывали про наших. В целом, при организации, я знаю, что до мельчайших деталей все это организовывали. Просто освещение, вплоть до маленьких деталей. Все это было на самом деле сложно. Сколько ушло в целом на подготовку времени? Времени? Да. Времени ушло у нас ровно. Отчет был. Мы поехали туда ровно за месяц. У нас прям месяц срок был. Это очень маленький срок был. Мы пока включились, пока заработали. Я думаю, в течение 20 дней мы сделали невозможным возможным. Ничего себе. А сколько людей присутствовало у вас на погружении? Около двух тысяч. Двух тысяч человек. Присоточка на больность. Да. Мне страшно представить, что плюс две тысячи мобилографов сейчас у нас появилось. После этой конференции резко. Не только мобилограф. У меня реклама так и пестрит в Инстаграме. Я начинаю еще мобилограф. Я могу вам сделать все. А сколько времени длилось вообще в целом конференция? У нас конференция длилась с 11 утра до 6.30 вечера. Вау, ничего себе. Это должно быть максимально. Идёте сидели, да, не ставали. Люди сидели, вот прям честно, не слушали. Чем вы их привязали? Мы их привязали с знаниями. Такое сделать. Потому что мы внуждались в этом. Мы нуждались в новых знаниях. И когда мы на несколько конференций сходили, мы сказали, блин, мы тоже очень сильно хотим. Смотри, столько людей замотивированы. Мы тоже хотим сделать такой вклад. Да, и вообще в Кыргызстане это по счету вторая большая конференция. Первая это была история, а там было 1500 человек. И это вот вторая конференция. Мне кажется, это что-то новенькое для Бишкека. И многим было очень интересно. И по сей день нам пишут, благодарят, у кого-то получается, кто-то приходит за советами. Это очень классно, ещё больше мотивирует тебя. Смотрите, да, можно обратиться для прокачки своего бренда к профессионалам, то есть к профессиональным таргетологам, маркетологам и так далее. А что бы вы посоветовали людям, которые, ну, возможно, у кого-то сейчас финансовая составляющая чуть-чуть страдает, и вот каким самим начать раскачивать свой бренд в Инстаграме, свою страничку? Вот прям буквально, наверное, три основных тезиса, да, с чего начать? Самое первое — это надо выбрать свою нишу, своё позиционирование, что они будут транслировать в своём блоге. То есть это может быть что угодно, например, либо готовка, если это хобби, да. Либо просто материнство, либо просто лайстайл, либо бизнесмен, то есть определить, чем он хочет делиться с своей аудиторией. Второе — это просто начать действовать. То есть не просто говорить «да, я хочу», но просто сидеть сложа руки. То есть каждый день пытаться снимать себя на камеру, пытаться разговаривать, перебороть свой страх, там, либо ещё выкладывать сторисы, посты, ринсы. Больше той самой говорящей головы вот этой вот, да? Не только говорящей головы, но в целом пусть могут начать с этого. То есть у всех есть страх перед камерой, и сначала его нужно перебороть, а для этого нужно хотя бы что-то делать. И есть такой маленький совет. Если стесняется камеры, могут просто удалить всех из близких друзей, снимать себя на камеру и закидывать близкие друзья, где будет видеть это видео только он. И так он привыкнет к камере и будет дальше уже снимать. Классный лайфхак, на самом деле, действительно. То есть он сможет на себя со стороны посмотреть. Вот у него вроде как эта сторис вышла, да? А её никто не видит, но он же не знает этого. Ну, как бы, точнее, он знает это, но вот она у него где-то там в ленте, и он понимает, что через какое-то время все будут так же спокойно на него смотреть. А ещё, наверное, самое главное нужно сказать, что в принципе, людям, ну, как бы, им всё равно, да? То есть они не сильно на вас внимание обращают, вы не какой-то там паук земли, поэтому, друзья, записывайте побольше сторис, заполоните буквально ими соцсети, чтобы прокачать свой бренд, сделать его более популярным. Ну и, конечно, вот третье, это нужно понимать, что ты даёшь какую-то полезность людям. То есть ты не очередной какой-то обычный блогер, а ты делишься своим опытом, своими знаниями. Возможно, кто-то посмотрит на тебя и решится тоже заниматься этим делом, да? То есть надо вести блог во благо. Надо сначала давать людям полезность, а потом уже придёт известность. Да, потом уже придёт известность, ну и, конечно же, материальные блага. А что касательно подписчиков, сейчас зрители стали очень капризными. По вашему мнению, по мнению блогеров, зрители любят всё-таки живой контент без шаблонов? Или всё-таки надо притвориться, сделать образ некий, придумать? Нет, на самом деле сейчас тренд у нас идёт на естественность. Людям нравится всё то, что естественно. Людям уже наскучило то, что у кого-то что-то получается, всё время получается. Спешно успешно. Да, на самом деле у монеты две стороны всегда. У нас тоже погружение, оно классно, но есть обратная сторона, где у нас не получалось. Где мы ссорились, ругались. Здесь у нас очень многие такие моменты были, и людям это реально нравится, и людям это интересно. Потому что не у всех в жизни всё хорошо, идеально получается. Уже не то время, да? Да, это уже не то время, и нужно просто реально показывать всё то, что у нас происходит. Да, и сейчас вот, если вы, может, заметили, то в залетевших рилсах, там где миллионы просмотров, так смотришь, вроде говоришь, блин, жиза, у меня же то же самое. И это означает то, что именно такие видео залетают, и это означает, что людям нравится то, что они видят, то, что есть в их жизни. Да, да, что-то касается. Да, и это доказательство того, что людям нравится просто смотреть за обычной жизнью. Ну всё, ребят, начинайте ругаться с мужем или женой, сразу включайте камеру, прямой эфир желательно, и Инстаграм. Нет, на самом деле есть один лайфхак, как вы можете набрать миллион просмотров. Давайте, мне очень интересно. Да, вам очень интересно. У меня целых 106 подписчиков. Да, вы можете тоже тренировать. Вам нужно просто снимать вайны и снимать жизненные вайны. Просто жизненные, у которых каждый день что-то происходит. И это нужно людям, люди, вы замечаете, экспертное видео очень мало просмотров набирает. Там, где мы обучаем чему-то интересному, как набирать просмотр, мало просмотров. А тогда, когда мы с ней семейный какой-то вайн снимаем, она прям набирает миллионы просмотров. Это означает о том, что такие семейные жизненные вайны сталкиваются. Каждая семья, и каждый типа, о, это у нас тоже было прикольно. И людям нравится в любом случае смотреть такие легкие видео, так скажем. Ну и в целом же в Инстаграм все заходят, просто позалипать, просто отдохнуть, отвлечься. Да, после работы особенно. Да, и нужно уметь смешивать свою информацию, преподносить юмористическим способом. Я еще обратил внимание, что именно на личность сейчас больше обращают внимание. То есть условно, ну если ты ведущая, да, не обязательно будут популярны твои видео про то, как нужно заниматься ораторским искусством, да, как нужно красиво говорить. Возможно, интереснее будет мне посмотреть, что ты готовишь вечером на ужин. Как ты это делаешь, вне работы вообще, да. Ну или во сколько вы просыпаетесь, чтобы успеть на утренний эфир. Вот так, знаешь, лайфхаки, но надо заняться блоггем, зарабатывать так же, как и мне. Что еще, ладно. А что касательно организации, вы вот уже организовали одну конференцию. Будет ли вторая такая масштабная конференция, что вы думаете, можно? Мне кажется, что мы точно не остановимся на этом. То в планах, конечно, все есть, но давайте узнаете, узнаете у нас на инстаграм страничках. Хорошо, в принципе, мы будем ждать, потому что нам сильно очень понравилась ваша конференция, организованность и спикеры, и наши местные спикеры тоже выступили прямо на все 100%. Это очень, на самом деле, вдохновляет и удивляет, потому что мы растем. Да. У нас цифровизация растет, и это, на самом деле, очень радует. Спасибо большое за сегодняшний визит. Спасибо. Вам удачи. Да, и вы пожлайте нам удачи. И вам удачи. Нам предстоит зарядка еще сегодня, поэтому мы такие сидим готовимся. Мы будем блогерами скоро, знаешь. А, да? Начало положено. Развивайте свой блог, развивайте свой личный бренд. Да, напоминаю, что у нас сегодня были в гостях Джибек и Азамат Кылычевы, блогеры, предприниматели и, конечно же, организаторы самого глобального, масштабного, просто бум события, погружения. События в мире инстаграма, социальных сетей и маркетинга, погружения. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.